Люди в черных кожаных курточках. Никто не знал, что будет завтра. Вообще, это было ужасно. Тогда можно было реально подняться. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Влад Листьев убит. Эту печальную новость знают уже все. Господа, господа, я прошу прощения. Ой, ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Всем привет. Меня зовут Маша. Мне 18 лет. Я студентка Казанского театрального училища. Учусь на актрисе театра и кино. И в связи с этим у меня практически нет свободного времени. Но если оно появляется, то я чаще всего его провожу с друзьями. Мы ходим на различные мероприятия, такие как квесты, театры, не знаю, кино. Но сидим в кафешках, гуляем, проводим свою молодость весело и задорно. О 90-х я знаю не очень много, потому что, когда я училась в школе, по крайней мере в моей, этому не уделялось как-то особо большое внимание. Когда ты приходишь на уроки истории, вы всегда очень дотошно и долго изучаете Великую Отечественную войну. А о том, что там происходило совсем недавно, мало кто говорит. Ну, для меня 90-е это люди в черных кожаных курточках, которые могли прийти и кого-нибудь там ограбить. Потому что единственная моя такая красочная ассоциация с 90-ми, это как сериал «Бригада», где все такие были «Моя жизнь – это песок». Ну и все вот в этом духе. Ну, по крайней мере, я это воспринимаю как такое время, когда каждый мог намучить себе какой-то прикольный бизнес. Просто дуря людям головы, там, откуда что-нибудь привезти по дешевке, потом это все всем распродать, заработать каких-то денег. И какая-то, не знаю, такая легкость, свобода, авантюризм, не знаю, что-то такое. Но и в то же время, наверное, в законе заменить то, что я имею сейчас, и переместиться в 90-е я бы, наверное, не хотела. Ну, как-то, не знаю, наверное, это был неплохой опыт для истории России, который вряд ли стоит повторять. Но как-то мне сейчас здесь очень даже хорошо. Чувствуешь ты себя сейчас здесь свободно? Ну, да. У меня есть все возможности, которые только я могу себе представить. Если я себе захочу, например, переехать жить в Москву и стать актрисой, если я очень сильно этого захочу, то я это могу себе позволить. Я не уверена, что тогда это вообще было как-то, в принципе, возможно, и что люди об этом даже задумывались. А у нас есть намного больше возможностей. И когда у тебя есть возможность, это дает тебе определенную свободу действий. Вот твоя свобода. Меня зовут Данил. Я студент юридического университета, свободное время занимаюсь помощью компании Навального. Это суды, это правозащита, это изучение нормативных актов и так далее, и так далее. В 90-х я знаю со слов моих друзей, моих родителей, моих преподавателей. Когда они об этом рассказывают, столица у них, конечно же, меняется. Меняется не в лучшую сторону. В 90-е были временами дурдома, без контроля, абсолютной разрухи. В это время я, конечно, жить не хотел. Я не хочу быть... Я хочу быть уверенным в завтрашнем дне, а не как это было в 90-х, когда никто не знал, что будет завтра. Но сейчас, по сравнению с теми временами, есть частичная свобода слова. Не на государственных каналах, в интернете. Интернет – это наше все. Меня зовут Настя, мне 18 лет. Я в этом году закончила школу и поступила на заочку в Москву. Сама живу в Казани. Работаю в кофейне, очень люблю готовить кофе. Да, у меня профессия бариста, работаю много. Да, и, собственно, моя мама, она мне и рассказала про 90-е. Вообще, это было ужасно. Не стоит жить в то время, потому что это был развал Советского Союза. И как раз-таки в этот период появились талончики. Талончики на хлеб, сколько там килограмм мяса. И пока ты стоишь за этими талончиками, потом тебе надо идти и стоять в очереди за продуктами. Собственно, она мне и сказала, что с тех времен я вообще ненавижу очереди. Да, тогда и появились гопники. Тогда начали появляться разные группировки. Было опасно ходить в чужие районы. Тебя могли остановить и спросить с какого-то района, и в случае чего просто избить. Было страшно выходить на улицу. Могли снять с тебя шапку, могли просто снять все украшения, ограбить. А тогда телефонов еще не было, и связаться с полицией, с милицией было очень сложно и невозможно. Но мне кажется, я бы не смогла жить в это время, потому что я в принципе не такая смелая, как моя мама, например. Мне кажется, я чувствую себя свободной, потому что все мои решения я принимаю сама. Я чувствую себя на пиаре, на СФН, на МК. Занимаюсь я тем, что иногда выпиваю. Сейчас почаще, после девушки осталось вот. И наверняка я много знаю из 90-х. Ну, так уж, крайне много слышал о знакомых. Кто рассказывал, знакомые рассказывали, кто может без имен, разумеется. Это люди, которые бегали в свое время по Казани и арматурами месили всех подряд. Как я вижу это время, очень перспективно на самом деле, я вижу. Крайне перспективно, потому что тогда можно было реально подняться. И кто это сделал, те реально молодцы, кажется. Взяли БК за рога, бежить бы я тогда хотел, потому что, ну да, есть реальные шансы умереть. Однако есть реальные шансы подняться. Тогда не было такого интернета, как сейчас. Нет, не было хайпа в интернете. Был хайп на улице, где зарабатывал как мог. Чувствуешь ли ты себя свободной здесь и сейчас? Я бы сказал, с девушкой остался я прям максимально на свободе. Нет, ты, конечно, не об этом говорила, да? Нет. Ну, в смысле свободной. Какая, нахуй, свобода в России, извиняюсь, конечно, но... Свобода, свобода должна быть, во-первых, в СМИ. Причем конкретно. А я тоже сейчас. Жесткий ценс и все прочее. Это все близящий. Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на рассерзании. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-